...для истинных гурманов. Новый стиль в работе офиса это в первую очередь руководство и, конечно же, высокое качество офисной бумаги, так полюбившейся вам и вашей офисной технике. А я всё чаще замечаю... А когда правильная бумага уже решила проблемы с офисной техникой, и ничто не отвлекает вас от любимого дела, вы можете насладиться жизнью по-настоящему. Купи... Ни начальству, ни коллегам, никому... Новая упаковка, новый стиль в работе. Снегурочка. Новопассит поможет успокоиться, устранить тревогу и восстановить душевное равновесие. Новопассит. Успокоительное средство номер один. В результате этого ажиотажа были какие-то предъявлены, так сказать, на международную арену, какие-то плёнки, записи шумов различных, которые похожи на шумы подводной лодки, ещё там что-то. Эти шумы анализировались, потом доказывалось о том, что, значит, эти шумы не имеют отношения к подводной лодке. Встречи с неопознанными объектами моряки фиксируют с пугающей регулярностью. Тревога моряков вполне оправдана. Любой неопознанный объект вблизи атомного крейсера – источник повышенной опасности. А если этот объект ведёт себя непредсказуемо? Если с точки зрения земной логики невозможно объяснить, почему он так быстро движется, почему способен летать по воздуху, погружаться в море, появляться и внезапно исчезать, то эта опасность удваивается. Всего за 4 месяца 68-го года при загадочных обстоятельствах погибли 4 подводных лодки. В Средиземном море – израильская лодка «Дакар» и французская «Минерва». В марте – в Тихом океане – советская Ка-129. А в мае – в Атлантике бесследно исчезла гордость ВМС США – атомоход «Скорпион». Когда специалисты анализировали причины этих морских катастроф, выяснилось, что в трёх случаях из четырёх командиры подлодок докладывали о таинственных объектах неизвестного происхождения, которые были зафиксированы в непосредственной близости. Возможно, это совпадет. А если нет? Ещё раньше специалисты военно-морской разведки вынуждены были обратить внимание на один странный факт. Каждый раз незадолго до появления неопознанных объектов электронные приборы начинали фиксировать резкий скачок магнитного поля. От одних наших кораблей специфических, такой специфической направленности, поступала информация о том, что, да и лодки сами это наблюдали, повышенное электромагнитное поле под водой. Это аномалия? С чем она связана? Трудно сказать. Никаких чужих объектов там не находилось. Потом обычные объекты, обычные подводные лодки, какие-то батискафы, научные суда, научные объекты подводные глубокого погружения, они такого электромагнитного поля создать не могут. Откуда берутся эти аномалии сгустки энергии? Факты такие были. Сведения поступали. Именно эти сгустки энергии и могли выводить из строя сложное электронное оборудование атомного крейсера, а значит, и быть причиной морских катастроф. Впрочем, как выяснилось, неопознанные объекты воздействуют не только на технику, но и на человека. Этот эпизод произошел с нашей подводной лодкой во время боевого похода. Вот что было, когда лодка всплыла на поверхность. В одной из ночей в феврале 1972 года всплыл, стал осматривать горизонт, и вдруг я увидел нечто непонятное. То есть, в общем-то, над горизонтом, ну, угол приблизительно места так, это максимум 3-4-5 градусов был. Что-то похожее такого на круглое чуть-чуть, эллипсовидное чуть-чуть, но достаточно большое, казалось мне, и недалеко, как мне показалось. Луна была совершенно в другой стране, а это нечто было такого оранжекрасного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение. просто даже какое-то вот давящее на психику, ну, я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторое создавало. Это не было кораблем, не было судном, то есть не было надводным ничем, надводным никаким-нибудь там объектом. Это было что-то над поверхностью. Поэтому мы приняли решение, ничего в журнал не записывать, поскольку объяснить мы не в состоянии были, что это такое, а погрузиться и продолжать выполнять задачи. Зафиксировать появление неопознанных объектов крайне трудно, однако такие свидетельства также существуют. Эти уникальные снимки были сделаны в районе Канарских островов. По словам моряков, из-под воды неожиданно вылетел огромный темный объект и устремился вверх. Через мгновение он вспыхнул огненным шаром и, повисев некоторое время в районе судна, исчез, оставив яркое, светящееся облако. Через два месяца аналогичное явление наблюдали уже черноморские моряки. Из-под воды прямо перед кораблем вылетел сияющий диск, ярко осветивший лучом все вокруг. В этот момент и был сделан этот редкий снимок. Через полгода тревожная весть пришла из района Курильских островов. Во время учебного похода крейсера «Варяг» неопознанный летающий объект на огромной скорости приблизился к судну, облетел его, как будто наблюдая за действиями команды, а затем на глазах у изумленных моряков стремительно погрузился в океан, при этом не подняв даже брызг. Эти очень разные случаи, которые происходили в разных точках мирового океана, объединяет один очень странный факт. Моряки, которые наблюдали появление неопознанных летающих или подводных объектов, отмечают, что в этот момент они начинали испытывать внезапное чувство психологического дискомфорта, непонятного страха. Многие чувствовали сильную головную боль и общее недомогание. В те годы все, что было связано с НЛО, в Советском Союзе официально считалось антинаучным. Говорить о том, что кто-то видел какой-то объект и при этом у него разболелась голова, было просто небезопасно. За такие разговоры военный моряк мог лишиться должности, а мог и в психушку угодить. Поэтому, конечно, люди делились между собой информацией, но делали это в узком кругу и без посторонних ушей. Подводная лодка вернулась в базу, в Гремиху. Через день там собрались у меня дома командиры со своими там женами, ну, почествовать, счастливое возвращение. Я говорю, ребята, вот, был такой случай, стыдно признаться, но он какое-то действительно вот гнетущее впечатление, даже какое-то чувство страха вызывал. На кухне сидит Виктор Кулаков, командир подводной лодки нашей же бригады, который передо мной ходил на этот рубеж в январе месяце. Он сидит и говорит, Юра, я точно так же, один к одному, в этом же месте, видел то же самое, точно так же, как и ты, делал попытки подойти, разобраться, посмотреть, махал рукой, погружался и уходил. И, естественно, говорит, я тоже никуда не записал, но тогда еще директив никаких не было, докладывать о неопознанном объекте не надо было, ну, тем более, нас ничего это не обязало. Была еще одна причина, по которой моряки не спешили докладывать о таких встречах. В некоторых случаях приборы просто ничего не фиксировали, то есть радары показывали, что на десятки километров горизонт чист. А команда наблюдала рядом с судном яркие огненные шары, треугольники. Иногда это и вовсе были объекты в виде летательных аппаратов непонятного происхождения. В районе Канарских островов команда нашего корабля ясно наблюдала объект, который представлял собой классическую летающую тарелку. Точно такую же, как в фантастических боевиках. Я имел возможность не только наблюдать зрительный этот объект, но и заглянуть в инокуляр с увеличением в 20 раз, 20-ти кратный. Объект наблюдался в течение примерно 20 минут, и я хорошо его успел рассмотреть в стереотрубу. Это, как я еще раз сказал, классическая тарелка из двумя ножки. Верхняя часть абсолютно гладкая, скажем, как парашют, а нижняя, она больше похожа на угол. Естественно, с большого расстояния, трудно говорить о конкретных размерах, но цвет, цвета огня, желто-красные такие тона, без переливов, ровный свет, это видела большое количество народу, кроме вахтенного офицера, сигнальщика, который обнаружил приглашенный на верх командир, я его видел, значит, и порядка 50 курсантов. Однако, несмотря на большое количество свидетелей, наблюдавших летающую тарелку, технических доказательств этого явления не было. Экраны радаров были пусты, а значит, либо моряки видели какой-то фантастической природы мираж, либо все они стали жертвой массового гипноза, либо летательный аппарат обладал уникальными свойствами и был просто невидим для приборов. Таких случаев было несколько, и именно на эту особенность НЛО военные специалисты обратили внимание в первую очередь. Отраженного луча мы не получали. У нас возникло впечатление, что поле, которым окружен этот неопознанно летающий объект, оно поглощает электромагнитное излучение и не дает отраженного луча. Именно такой принцип поглощения электромагнитных лучей позже ляжет в основу сверхсекретной технологии стелс и позволит американцам строить самолеты-невидимки. Однако в этих самолетах электромагнитные лучи поглощает все-таки специальное покрытие самолета. В случае же с неопознанными летающими объектами, если они действительно существуют, речь идет о недостижимом для нашей науки технологическом уровне, создавать вокруг корпуса непроницаемое поле. Все эти факты не могли не волновать военных. Такая информация до меня доходила о том, что кто-то видел где-то какой-то летающий объект, который перемещался очень как-то необъяснимо, который исчезал, появлялся и так далее. Таких докладов становилось больше, больше и больше, понимаете? И уже просто от них отмахнуться, грубо говоря, было нельзя. Что делать с этими донесениями? Никто не знал. С одной стороны, версия инопланетных пришельцев была слишком экзотической, чтобы ею заниматься всерьез. Но с другой, речь могла идти и о применении противником сверхсекретного оружия с неизвестными науке характеристиками. А это уже угроза национальной безопасности. Тогда и было решено подключить к расследованию всех этих странных фактов разведку. В результате донесения легли на стол начальника разведки ВМФ вице-адмирала Юрия Иванова. С этой информацией надо было что-то делать, и он вызывает к себе Владимира Ажажу, руководителя экспедиции на подводной лодке Северянка. Иванов вывел мне несколько томов донесений о наблюдении неопознанных летающих объектов на флотах и флотильях. Я прочитал эти донесения и за три часа из обычного человека трансформировался в уфолога. Я понял, что это серьезно, и это требует глубоких фундаментальных научных исследований. Но прежде чем проводить исследование, нужно было разобраться с самим предметом исследования. Может быть, все это выдумки, галлюцинации, мираж? Сомнения отпали почти сразу, ведь докладывали о своих встречах с неопознанными объектами опытные моряки, люди авторитетные, много лет отдавшие флоту. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота контр-адмирала Владимира Домысловского, которого я знал лично. Он неоднократно докладывал о зависании в отдаленных акваториях Тихого океана гигантского цилиндра над водой длиной в несколько сот метров как бы металлического серебристого тела, из одного конца которого, как пчелы из улья, вылетали мелкие неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, заныривали под воду, затем выныривали обратно, вновь залетали в этот самый цилиндр, и так многократно совершив свои циклы, загружались с него, и цилиндр уходил за горизонт. Согласно донесению неопознанные